Ну и с Хватикс уже очень мало, много маны потерял. Первый выход от инвокера, естественно, Каосвекс. Как понимаю, на мич с инвокер через экзорт вообще не ходят. Действительно, просто нет в этом необходимости. Там есть Морф, это хардкор, который будет выигрывать игру по факту. Поэтому Каосвекс инвокер это то, что надо. При этом у нас еще и Габи, Габи тут Киритыча разминает, при этом Баратрум пятерка. Давно такого не было, но скажу честно, это вполне рабочая история. А по фарму, думаешь, примерно так же будет, как и спиртбрейкер строки, что ты просто по линиям летаешь и нетворс набираешь, то есть ФМГ потенциально будет богатый? Действительно, он вполне может быть таким, если ему дадут линию, или знаешь, если какой-то старт минимальный будет, комфортный. Вот надел он один фраг, второй фраг где-то случайно, да, там и взял разбег. А то, что будем смотреть за ФМГ, и, конечно, на линии, постоянный прессик, можно на чарж разгоняться под уровень Тэмблор Ассасин, можем увидеть попытку и убить Габи. Габи, который перешел на новую для себя позицию, в итоге очень классно зашел в состав команды Энтити. Не так много опыта у него было, но такое ощущение, что он играл на этом оффлейне всю жизнь. Бывали истории неудачные, того же Бума можем вспомнить, который вот как раз на третью позицию, во всяком случае, в этом сезоне не зашел удачно. И остался вне команды. А так всегда бывает, знаешь, что тут пока человек тебе не подойдет, потому что каждый игрок по-своему уникален. Так, а пока что нападение на Габи, одновременно чарж, выбивают. Да, убить не получается, но по ресурсам постоянно забирают БП в Энтити здоровье. Ну, знаешь, каждый откат чаржа просто реализует на максимум. Так вот, есть разные игроки, кто-то больше на себя одеялотен, кто-то, наоборот, больше команде, кто-то больше качается, кто-то больше бегает. В общем, сколько игроков, столько и специфики. Так, в топе у нас Ватсон, достаточно средний себя пока чувствует, имея 9 крипов. Вот тут пока что душит пугна, потому что фишман бегал за крипами. Чен без крипов особо играть не может. Кстати, не самый плохой крип. Оказывается, найди крип уже у Саюша, прячется. Да, долго он на одну пачку профармил, вторую вышел пачку, нашел крипа. Ну, конечно, в такие моменты ты гарп ее хочешь найти, можно на линии просто задавить. Хотя, наверное, с морфлингом... Ладно, нет, с морфлинга можно, там уровень 3-4 адепти будет, можно как-то прессинговать. А там еще, если синего Агра найдешь, вот тогда вообще сказка начинается. Либо хила, ну, крипа на хил. То есть вариаций очень много, вообще зависит от твоей удачи и количества центрея противника, которые должны были ставить. Вообще, ситуация интересная, и думать, Чен на одной линии, то есть и тот, и другой. А тут ты как раз смотри, кто стоит. Мы видели синего Агра того самого знаменитого, поэтому фишмана здесь везет. Разблочил фишман большой кэмп. Ой-ой-ой, Ватсон очень больно, Ватсон идет ноутис под землей, Ватсона прогоняет по тавар, должен быть еще реген. Очень непросто пока, хотя я смотрю 14-4, но уверен, что Морфлингу придется регены много довозить на первых парах на этой линии. На центре инвокер 22 на 6. Очень уверенно начал. Очень все хорошо пока. Безправда, так, разгон под руну поздно, ФНГ не успел. Но у Скваддикса главное, что руна воды имеется. И снова, и снова фишман с духом гонит Саюша. У Саюша есть тики, декрип появится, все в порядке. Выбивает реген, ласка сейчас должна улетать. Сейчас с левелом Ватсон уже более комфортно себя будет чувствовать на этой линии. Будет уже просто стоять и кейсить этого дума. Так, в свою очередь фишман отводит. Бабайку, так скажем, к такота Оми, при этом стоит в позиции. Это что, сейчас будет попытка нападения? Фишман байтит, смотри, он реально байтит. Да, ну давай посмотрим, ждет, ждет момента. Но пока слишком пропушена линия, ВП играют под своей башню, бесполезно перетягиваются, тем самым таск уже и мид. Пока на патруле, налево-направо. Не страдает ли от этого Шейкер? Я смотрю, что вообще нет. Шейкер кайфует, тотем, удар, по крипу, все в порядке и может быть в НГ стоит активизироваться. А никак, никак ты не можешь на Баратруме помешать особо. То есть, вот если побежать в мид, там да, ты можешь создать какого-то экшена потенциального. Ну а в боте что? Шейкер фиссурит, Шейкер берет тотем, добивает и особо там ничего не меняется. С другой стороны, вот я сказал мидган. Там стоит этот инвокер, который тебя торнадом просто откинет и на этом все. Сквадикс тут теряет всю ману. Да, он уже напоследок всю ману потратить, которая еще на мемин была, да, заранее. И с такими ресурсами либо должен умирать саппорт, либо идти на базу. Уходит пангольер даже под шестую минуту. Так что спокойный инвокеру эта руна зачастую не нужна. Ладно, тут интереснее. Фишман выходит на охоту. Рядом катаоми подходит Фишман. Классные крипы, можно быстро добегать до темпларки, замедлить ее и убить. Смотрим. Керитич на лотосах. Неужели энтити вот прям на лотосах идеально хотят подловить? Керитич спрятался. Удар с Малды подлетает ФНГ. Пытается, да, Фиссура Гэби, Фиссура идеальная. Керитич под сильным замедлением кровавая граната. Санстрайк, Керитич живет. Санстрайк очень слаб. Есть еще один мэл, но там имеется сентри, удар с тотема. Можно убить и ФНГ. ФНГ, стики 5 зарядов, этого не хватит. Еще один удар с тотема. И дабл хилл для Гэби. Энтити переиграли. И Фишман, которого здесь не ждали, пришел с сильными крипами. Даже не понадобился Тускар. По факту, Фишман в соло, мне кажется, просто круто. Они сыграли с Гэби, что была перетяжка. И ведь даже Морф особо не пострадал. Мы вот можем посмотреть, а там Морф себя чувствует. Ну, очень комфортно. А Морф на какой-то момент также стоял один на один линию. Ибо мы видели как раз в момент атаки Бугна делал стаки на Эншентах. Само собой, Эмплорасасим, Пангольер все это могут быстро выформить. Ну, конечно, это магия Фишмана на чене. Мы видим редко ченов. И вообще, конечно, противостояние. Вот мы с тобой обсуждали до драфтов. Это же битва Фишмана и ФНГ. Всегда была битва за топ-1 белорусов в доте. Походу, все решится. Все решится сегодня, действительно. Так, нападение на Котаоми. Баратрум зачаржен, кидает гранатка. Стоишь откидывать декрип. Оставится сноубол? Нет. Баш, никакого сноубола, Ватсон отступает. Неприятно, конечно, но ничего страшного. Морф продолжает качаться. Все три корового команды Энтити на фарме. При этом Дум уже взял себе Вангуард. На Шторм Штормера хотят напасть. В социальном коридоре. Ролин Тандер, если успеет нажать. Шторм Штормер не до конца понял, что происходит. Отменить Ролин Тандер. Торнадо кулснэпом не смог. Шарды. И Двокер просто на раскатке. Котаоми, по-моему, помогает. Дополнительно Ролин Тандером прокатиться. Наверное, тут никак не мог помочь Котаоми. Три-три. Хороший выход. Далеко зашел. Но не может туда инвокер заходить просто так. Ведь он никого по факту на карте не видел. Поэтому доказали зашивку. Так, тут Союз забрал ДД. Хорошая руна, чтобы подраться. Рядом ФНГ. Сноупол очень качественно. Но Сквадикс на месте. Свэшбакл должен быть в запасе. Свэшбакл Котаоми. Стики нажал. Тактим нажимает. И удар от Союза под ДД. Проснулись ВП. Проснулись. Очень круто вышли на центр. Два фрага сделаны. А у Габи-то уже блинг почти 400 голды. С арканами, с прессером. Это прям очень много. Я думаю, это те самые фраги, которые получились на темпларке. Главное, главное реализовать этот блинг. Но с большего я вижу, что у ФНГ игра идет. Он пятый левел на девятой минуте. Это хорошо. Это правда хорошо. И по Азатару у него все в порядке. То есть сейчас что он планирует? Заходить в портал. Тут по всему и гангать, гангать, раскачивать карту. Такой же морфлинг, как и от 23-го. Первый слот. Похоже, будет Линкен Сфера, игра в Спирит Брейкера. Игра в Дума. Много стаков Союз уже сделал. И чуть позже Темплар Асасин сможет перетянуться, если на линии станет опаснее с появлением Блигдайгера Шейкера. Смоук от НТТ Инвокер Таск. Но давайте взглянем. Четвертый уровень, второй Тег Тим. В целом Темплар Асасин можно убивать. Но это вообще важно смог. Если у них не получится, они очень сильно просядут. Поэтому мне очень важно найти кого-то. Не просто найти, но и убить. Заметили. Заметили. Должны по траектории понимать, куда мог двигаться кэрри команды Virtus.pro, но... Дэмэр же не хватит. Не в том направлении. Наверное, все, атака захлебнулась. Там Плар Асасин, оказывается, слишком далеко. От потенциальной точки нападения команды антити. Энтити решили, что надо хоть что-то получить. Но если забрать башню, может быть, тогда не так уж и плохо. Силы тьмы. Можно расстрелить этот ганг, как думаешь? Да, действительно, это неплохая история. Потому что сверху мы уже тоже не наблюдаем, что... Что в угнах просто расправляются с тавером. Конкретно дефать никто не может. Энтити предпочитает просто пока что покачаться, набрать больше артефактов. Гэби дождается до блинка. Вот как блин появится, так и будем уже дефать, я думаю. А блинка до сих пор не отдам. Может, все, он готов. И он готов. Летит. Курьер. И Гэби его специально не палит. Я правильно вижу, он до конца ждет. Да, действительно, он специально еще показался, что он не готов. Может быть, он зайдет в портал сейчас за деф, а эту историю сверху? Мне нравится. Мне нравится. Очень хитрая схема. Ты таких таймингов не ожидаешь. С арканами, что блин готов. Блинк есть. Ждем еще один смоук в таком случае. Но, увы, в топе дефать нечего. Значит, остается центральный коридор. Если там случайно подловить этот Эмплар, который выходит, и очень жадно качается. Ничего не сбывается. Шейкер остается все еще у портала в ожидании выхода. Либо ошибки противника, условно. Кстати, уже два героя снизу находятся. И кого-то могут подловить. Как раз-таки варча заметит Саюша на крипах. А там шейкеры заметили. Сквадикс ворвался. Сквадикс, главное, не поймать Фиссуру. Тотем поймал. Фиссуру поймал. Их, а слэм дать урона не хватит. Рядом подходит. Таск. Хэнд оф Горд. Да, еще и блинк спалил, на самом деле. Обидно. Выбил ролл, но это особо ничего не значит. Там интересный момент такой был. Пугна стакала. И летел Курьер Дума. Значит, Пугна улетела. А нейтралы загорелись на эту Куру. И убили Куру Думу с телепортом. Слэм дать Гэби Фиссура по двоим. Вот это врыв. ФНГ. Незерстрайк есть. Шардами закрывают. Артем. Артем закрыт со всех сторон. Незерстрайк дать напоследок. Не успевает. Минус два. Тентити. Все-таки Гэби, он не стоял две минуты. Дождался. 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 Два саппорта в таверне. Но глобально, если на это посмотреть, конечно, ничего страшного не случилось. ВП продолжает качаться. Темплара Сасси настояли в покое. Сквадикс кайфует. Ну и Дум, естественно, крипов ест. Мы это видим и в Нетворсах. Сквадиксу здесь нужно просто диффуза классический. И уже они начнут играть в доту. Пока я думаю только под кого. Скорее всего, это будет такая история, что Темпларка просто будет качаться до какого-то. Драгон Лэнса, да, может быть, Дизоля, да, условного. А команда будет бегать. Команда будет бегать. И при первом удачном случае они пойдут и заберут Рошан. Вот такую какую-то картинку пока что наблюдаю. Больше у Энтити проблемки по левелу. Котовыми подвыпал. У него вообще не получилось, так сказать, старт, да, не задался. У него одно убийство, три смерти. И только две помощи. А старается ему хоть какой-то опыт оставить. В центре. Шестой уровень это дофармит. На тринадцатой минуте скоро, похоже, Виздам Руны с ними будет еще проще. У Фишмана не так все круто по уровню, но у него очень круто все по фарму. Нападение на Диму. Сноубол. ФНГ за ним. Но это плохая цель, но выбора не было. Фишман пытается выйти. Сквадис раскатывается по двоим. Очень жирный. Чен оказался. Физура. От Гэби в последний момент. Сквадис выкатывается. ФНГ остается здесь. Классная энтити. Все выбрали позицию мид и спасают Чена. А какой ценой? Слушай, вот вроде как спасли Чена, но нажали все тэпки. В пятером оказались, чтобы условно убить Сибара Трума. Так что, в принципе, я считаю, что этот момент равный получился. Сейчас Ватсон дофармливает линку. Чтобы лишний раз случайно не получать Дума, либо чарж какой-то с другой части карты. Ну, ВП хотят еще раз попробовать. Темплар Ассасин, если там Дезолятор фармился, он точно. Первым слотом, вторым даже Лэнс, Дезолятор. Ну, сильно. Конечно, Блинкдайгера в это еще хочется. Но и так можно попробовать сыграть от того же Пангольера. Темплар Ассасин просто подойдет. Инвокер под Дума может оказаться. Гостволд, детекшена нет. А он хорош, он прям хорошо среагировал, на самом деле. Да, уже момент замаха на центре. Гэби врывается с эхо-слэмом. Керетич атакует свэшбакл. Гэби наказан очень быстро. Подходит, что рештормит удар от Белда Керетич. Больно, больно очень. Рядом Фишман. Но фиксации не будет. Нафидил Гэби. Керетич слишком много имеет по золоту. То есть это 2-3 минуты Блинкдайгер, Лэнс и Дезолятор. При этом Энтити тоже могут очень быстро забрать Рошана. Я вот смотрю через Чена. Под морфом. При этом имеет тактим. Еще и крипы там Чена, да, какие-то условные. То есть одна любая удачная драка. Что с той, что с другой, так в проблему. ФНГ остается мало ХП. Тут фиссура и просто Ватсон застрелил этого Баратрума. Не оставил ни шанса. Так вот, любая драка там 5 на 5 потенциальная. Кто ее выиграет, тот Рошана забирает. И уже дальше навязывает темп. Здесь у нас нажимают ВП уже второй, либо третий смок. В свою очередь Шторм Штормер дофармливает Мидас. Пока что он имеет только один заряд урны. Керетич никуда особо не пойдет до Блинка. Может быть даже он вообще скипнет от Блинка. Возьмет себе просто БКБ. Такой тоже вполне может быть. Так, ну и могут выйти на Чена. Фишман 1. Могут зайти под Т2 башню. Давайте посмотрим. Она заходит с двух сторон. Свэш Бакл. Фишман. Хенд оф Гадан нет. Пытается драться телепорт. Какие-то ленивые. Но Фишман очень долго живет. Но Роллин Тандер. Толпейте его наконец. Фишман. Взрывается. Ну, такие звоночки. Что три героя. Без керетича урона мало. На Чена. Катауми телепорт. Успеет ли ФНГ. Керетич мог успеть один. Да, невероятный урон. Никто даже близко столько не выдает. За одну секунду. Насколько сейчас отличается геймплей Ватсона и Керетича. Ватсон все еще АФК. Даже с линкенсферой. Чисто защита от неожиданных атак спиритбрейкера. Либо дума. Ватсон нужно фармить дальше. Ну да, такая чисто базовая история. Слушай, вообще, я вот, ты говорил там, Чена, Чена это убивают и так далее. Самое главное, что Крипов Чена не убили, а то, что Чен погиб, вообще ничего страшного. Потому что Крипов-то набирается жилье, тут забирают просто стаки вчетвером. И что, может быть, Смог нажмем после этих стаков? Мне нравится, мне нравится твоя мысль. Смог активируется, Ватсон остается без него. Есть эхо-слэм. Бангальер покупает блинкдаггер с другой стороны. Выход на двойку рядом Керетич. Он может выйти на эту точку фарма после фарма эншентов. На левой части карты. Ну, давайте посмотрим. Пока выход мид. Никто не отпушивает. Сами ВП также собрались. Они также ждут любой телепорт вниз. Какой-то герой на пуш придет, и можно его ловить. Скан от ВП в ожидании смока. Ничего Керетич не видит. На центре. Бегает ФНГ. Ну и вот такой вот Смоук выходит. Дешевый. Дешевый. Бангальер поехал с блинкдаггером. Шарты ставит Катаоми. Но сам себя этими шартами, похоже, убьет. Хэнд оф гад. Стики остаются. С вэшбаклом можно добивать. Стики бы не помогли. Сквадикс. Прорывается. Разменяли саппортами. Ничего интересного. На топе Керетич. Вот это может быть намного интереснее. Инвокер. Не так много ресурсов. Там был рассасин. Выпрыгивает Фишмуну прямо в лицо. Фишман забирает Капольда. Побежал инвокер. Фишман. Повесились перед Весел. Колд снэп. Хрипы бьют. Подходит Союз. Можно лайфдрейн как-то спасти. Нет. Слишком много урона. Физура залетела. И еще может быть. Гэби. Нет. Как же они быстро оказываются. Очень хорошая. Знаешь, именно хорошая скорость игры. Я бы так это сказал, потому что сразу вот они убили Темпларку. Сразу пингин Рошана зашли и просто забирают. О чем-то я говорил, что две команды могут Рошана забирать. Все же ВП было важно как-то за этого Рошана подраться. Но Темпларса себе нет. Идеальное игровое окно. И энтити будут с Айгисом. Не то, что они там сейчас с этим Айгисом полетят драться. Может, кому отдать, как думаешь, вот такой ситуации? Так, как будто можно даже морфотать. Потому что инвокер стоит сзади. Гэби условно он прыгает и все. То есть он где прыгнул, там и остался. А морф, он будет бежать вперед, идти вперед. Ведь в чем сила драфта ВП? Это дум, это баратрум. То есть это по факту неожиданность, да? А здесь мы засекьюрили нашего хардкора от такой истории. И это круто. Так, сразу ФНГ работает по вардам. Понимает, где играл соперник. За счет чего он вообще увидел Темпларку. Ну так вот. Несмотря на небольшое преимущество, Дота Плюс верит больше в команду энтити. Кстати, по поводу думы ты сказал. Ноутис-то не видно в игре. Он при этом очень хорош в фарме. У него все для этого есть. Но ультимейтов нет. Одна попытка на топе была неудачной. И Ноутис снова ушел фарм. Нормально, думаешь, схема вот так вот играть? Его устраивает. Его устраивает. Потому что давай посмотрим, кто справа. Один морфлинг, да? То есть, ну, есть инвокер какой-то, квас вексовский. Который уже добрал, конечно, экзорд. Но с большего... С большего доберет он БКП и просто они пойдут. Вот так вот, наверное. Я просто, знаешь, и думал все дело. Потому что надо максимально все варианты просчитать, чтобы дать наилучшее качество. Правильно? ФНГ на топе снова. Будет ли эхо-слэм от Гэби? Без эхо-слэма не факт, что урона хватит. Санстрайк и, может быть, и хватит нет. У ФНГ Лотус летит дальше Ватсон. Превращается перед Брейкера. Есть и Крип. Лучше Саюша отсюда уходить. Ватсон много хп потерял. Гэби снова откатится Блинк вот-вот. Но прыгать в туман войны страшно. С другой стороны видят Ноутис-то. Подходит два героя с тактимом. Панч перед Весел. Блэкинг Бара нет. Ноутис может развернуться. Как же он долго живет? Дум на таска. Может быть, что Шторм Штормер попытается заданать сейчас развернуться как-то. Он, правда, не знает про разгон. Успеет ли ФНГ. ФНГ не успевает. На базе Инвокер потрачен. Дум. Первый Дум. Слушай, вот ты и говорил, что не видишь. А по итогу появился. А так на педе на Хаби. Совершенный ФНГ случайно пролетел он на фонтан. Просто летел к этому Инвокеру и получилась идеальная траектория. Пролететь на двойке. Вот это уже круче. Еще и кул убил Фишмана, смотри. Просто на халяву банально. Еще и стаки подзабрал. Круто. Круто. Несмотря на Aegis у команды Entity, ничего не поменялось в геймплее ВП. Они продолжают качать карту. Они все еще сильнее в тимфайте. А вот и вторые стаки минимальные такие. Мелочи, а приятно. Знаешь, что чисто вот кирит еще до БКБ. И к терзателю ребята подходят уже так опасные про команду ВП. Но Entity на месте. И ВП никакого риска. Да, Entity страшновато становится за эту команду. Ну да, на самом деле их так остудили сильно. Вроде как только недавно. Они один удачный мув сделали сверху на темпларке. Так Фишман нажал луч, чтобы просто пережить терзателя. Он не захотел попадать в этот список, да? Тех, кто умер от терзателя. Так, параллельно у нас темпларка в соло забирает. Ей это гораздо легче. Так, ну и снова эра Мидаса. Блинкдайгер, Транквилло, Котаоми. Мидас дальше. Попытка затянуть эту игру. Ну и вот он, Оути с 14 уровнем. Entity с Aegis продолжает играть на своей половине. Но нет. Все же атака. Попытка реализовать Aegidu. Рисует план выхода на треугольник. И там, видите, реально очень крутая цель. Рисует план выхода и на мидскан от ВП. Идеальный. И все. Навряд ли с этим самоком что-то получится сделать. Команда ВП должна играть сейчас аккуратно. Могут играть на половине противника, зная, что противник играет в лесу. Команда ВП. Ну а в лучшем случае, Entity забирают только башню в центре. При этом у Дума появляется БКБ. Мы видели, как тяжело было инвокеру и таску добить Дума. С блоки баром он становится бессмертным. Чем в свою очередь будет у нас делать пайпу, судя по всему? В курьере у нас колечко погибло. Так. Ну на самом деле интересно мне эта эра Мидасов. Она подразумевает одно, что все играют очень долго. Тут проблемы для Саюша. Он уже не поиграет долго. Его очень быстро убили. Сразу его тиммейт надубить. Типа это Саюша. Говорит, молодец. Разревелил. Вы что, подумали? Негатив какой-то? Нет. Зато ФНГ, да? Классно складывается игра. То есть на спиртбрейкере ты начинаешь играть так же, как играешь на третьей позиции. Просто летаешь по карте, съедаешь пачку крипов и по нетворсу. Это ощущается. ФНГ растет. Вот и билд отличается. Никаких Мидасов. Так действительно. А импакта тут же сборишь. Просто толкаешь всех подряд. Пангольер Аганим. Все больше и больше. Тирадин слотов появляется. Дум с БКБ. Тирадин с БКБ. Пангольер уже с Аганимом может летать по тимфайту. Эти тирадин пытаются эти смаки, смаки, смаки нажимать постоянно. Но в этот раз это уже будет атака без Айгиса. Ну, давайте смотреть. Линкен Сфера у Гэби появилась. Снизу выход на Ноутисто. Не знаю, не знаю. Ноутис остается, профармливает крипа. Быстро улетает. Успеет отсюда. Да точно успеет. Ему нужно теперь блинк и все. И как будто он уже в деле. Класс. Идеально получилось. Готовы ли антити в портал заходить? И искать противника другой половине? Нет. Ничего не будет. Сами ВП также в атаке в лес. Дайер зашли. Рядом можно заметить Фишмана, который фармит тут крипов. Да и Фишман. Смок развеян. Фишмар понимает, что тут слишком много героев. Но он зашел мне в тот двор, да? Вроде как свой, а вроде там уже противники. Противники решают забрать просто Т2. Отличный выход для ВП. Пока что не держит преимущество. Через 2 минуты будет Рошан. Я не уверен, что это же размен Т2 на Т2. Может быть ВП пойдут дальше, пока там антити грызут Т2. Киритич должен пушить с областами пугны быстрее. А ВП немного сложно идти, потому что там шейкер и там инвокер. И они не отпустят. То есть если мы идем, мы должны уже драться. Драться до конца при этом. Да, тогда будет намного разумнее дождаться Рошана. Две минуты до таймера. Ну и антити зажимаются немного. Да, все, что было так круто в начале, все потеряли. А вот уже Shadow Blade в ФНГ. Еще больше проблем. Хоть и массовая линькинг сферы есть, да? Из таких неприятных моментов. Можно лететь на саппортов. Да, да, это действительно плюс. Конечно, его не так много, но что ж... Так, при этом Глиммер на пугне. Хочет очень думдобрать все травола, чтобы всегда коннектиться. Всегда бегать вместе с командой. Давайте еще по вещам пройдемся, посмотрим повнимательнее. Именно по корам, наверное. Потому что... Вот, инвокер, аганим это ближайший пик силы для антити. Что еще у нас есть? Так, это у нас, значит... Для Киритыча. Что, Киритыч с одного крита хочет убивать условного чена? Да, у него и шмотка такая, шмотка выпала нейтральная. Арба этого в дистракшен или как-то. В общем, пока непонятно, что антити делать. При слове, что Дум врывается. Спиритбрейкер, например, дропает линкенсферу. Прыжок на Марфа или там будет на Шейкера. То есть одного героя вы точно вырубите. Никакие линкенсферы не решат проблему. И ВП потихоньку просыпается. Медведь выходит уже на Т2 в центре. И пошел Союз пластами спамить. Распушивает аккуратненько линии инбокер с форш-спиритами. Сам вообще не показывается на карте. И ВП вынуждены с этим считаться. Руна ДД забирает Сквадикс ее. Все это в преддверии Рошана. И энтити будут драться. Энтити будут за этого Рошана драться. Так, а Кирид ищет далеко. Сквадикс совсем не надо. Могут обаать Гэби. Пошла писсура. Есть панч. Бангальер в Глимер Кейпе. Даст активированный. Но никакого продолжения Атентити. 8-5 секунд уже Дорошана. Да, если бы у ВП была подобная ситуация, они бы наказали любого героя. Вот знаете, нет такого бюрста. Или бесконечного контроля. Так, очень важный момент. Еще и руна ДД у Сквадикса. Катаоми на разгон. ФНГ летит. Союж рядом. Сквадикс готов влетать на всех. Роллинг Тандер. Прыжок. Дум прыгает по КП. Очень плохо. Дум ворвался. Ноутис под фокусом идет жестким. Нужно дать ультимейтники с вера дропа. Это пошел Дум. Все идеально. Разыграли игроки ВП. Морфлик дерется до конца. Понимает, что не будет Димор. Взять и неплохо получается драться. Как же в последний. Вот обили морфа. Сквадик прыгает дальше. Стопивает. Это Катаоми. Прыжок на Фишмана. Три удара от Киритича. Этого не хватило. Зато ФНГ подсветил Фишмана дополнительно. Три в один. Даже при всех, но... Просто погиб. Это было слишком хорошо. Ведь по факту, что было? Они зашли в узкое пространство против Пангалиера. И Пангалиер им показал, что они абсолютно неправы. Он просто всех там перекатал. Параллельно еще у него и ДД было. И Тепларка вовремя оказалась сверху. Все сделали как надо. Забрали. Второй Егис. Ну и плюс сыр, само собой. А Ноутис, похоже, ждал до последнего момента, когда будут готовы сбивать Эликен Сферу. Тот же Spirit Breaker ФНГ это сделал. По всей видимости. И после этого Doom и Морф. Боже, драться до конца. Но ни вейформов, ни адептивов, ничего больше нет. 13-11. 9 тысяч за командой Virtus Pro. Аганиму Инвокера появляется. Все еще остается план там. Сноубол, панч, катаклизм, эхо-слэм. И, наверное, Киритичи смогут тем самым убить. Давайте еще раз посмотрим, что же было. Так, просто Союз байтит. И они просто все медленно проходят в узкое пространство. Три героя. Три героя оказываются. Притом, кстати, Линкаш было сбито изначально. Да, вроде бы еще одну повесили на Морфлингах. Эхо-слэм. Так, в боссе там эхо было потрачено. Да, ничего страшного, ничего страшного. Можем продолжать смотреть повтор этой важнейшей драки. Но, с другой стороны, как только Морфлинга закончили, на этом все и закончилось. А эхо-слэма не было. В тот момент, кстати, вот вспоминаем драку. Блин, реально. Только сейчас вот Гэби как раз его и нажал, чтобы убить спиртбрейкера. Ну, ибо узкий проход, и у Энтити просто не было возможности развернуться. Оно и понятно. Просто под это эхо нужно бить. Последние 5-8 минут мы наблюдаем, что Энтити особо не фармят. По факту фармит один Морф, и все остальные просто за ним бегают паровозиком. И это большая проблема. Большая проблема, потому что все будут маленькие, кроме Морфлинга. Кстати, как посмотреть, Инвокер по Нетворсу выше Морфлинга. Ты говоришь? Это плохо, это плохо. Это звоночек. Это тот самый момент, где, ну, нельзя так быть. Ведь это означает, что вы делаете что-то не так, неправильно. Так, а тут у нас Смог от ВП. Смог, у нас зачаржили Инвокера. Он вовремя улетел на базу. Все еще можно напасть. Фишман на центре может показаться своими драконами. Сквадикс готов летать. Фишмана заметили. Вот драконов бы убить, вот это было бы очень вкусно. Так, при этом фишманов проблемы. Ничего не боятся, Назарстрайк. Рядом Шторштормер, ЕМПшка, Фиссура. Положили, Эхослайма не будет. Хэнд оф Гад, Сноу Пол. Пытается добить Фишмана, подходит Ватсон. Добивают ФНГ. Фишмана выживает. Избивает уже Шторштормер. Шторштормер, нужно бежать. Бояться ПП. А стоит ли уже врываться? Без вот этого бешеного спиритбрейкера, который летает, меняет вообще всю драку, все позиционки. Странное было такое нападение. Знаешь, они уже халяву какую-то ждали и напали в Чена. А Чен-то он достаточно плотный герой. Да, да. Еще он и по драконами был. Вот убили бы просто драконов, было бы вообще как будто проще и легче. Окей, Киритич добрал у нас Сильвер. В свою очередь, Мурфинг тоже у нас имеет скателинку, целится в Сильвер. Все понятно здесь. А пока не было в драке Теплорасасин, все было достаточно комфортно для команды Энтити. Урона хватало и тебя никто не может перебить. Как только Киритич прибегает, вот происходит такое. Минус на два башня. Но при этом преимущество сократили. Игроки команды Энтити, Сквадикс, Ролентандер нажать бы не успел. Поэтому ничего здесь делать нельзя было. Да, приятно, приятно, когда у тебя Чен с Натворсом 12100. Появился Терзатель. Нужна помощь. Уже нужно как будто... Один Чен нужен, чтобы он просто первый СПЛ кинул и уже комфортно было. А в свою очередь, ВП даже такая помощь вообще не нужна. Не самая яркая реализация Эгиса по итогу получилась. Тавр на центре забрали. Никого убить не получилось. Я бы сказал, что это неплохая пятиминутка для команды Энтити. Учитывая, что до этого они прям совсем страдали. Ну да, они 3000 преимущества там условно отыграли примерно. И еще Инвокер дособрал линку. Это третий линка в команде. Ну да, то есть у ФНГ все меньше и меньше возможности как-то врываться. Это не сколько ФНГ, а сколько задача Дума, да? То есть это же линкент сферы конкретно от Дума, чтобы случайно Морфлик не поймал. Игра не закончилась очень быстро, стремительно. Катаоми потихоньку выходит в аганим. И мы понимаем, снова возвращаемся. Если убить Киритича быстро, оставить его одного, добить, то дальше Энтити будет намного проще. Расслабляться вообще нельзя. Этот таск уже сколько раз показывал, как он камбэкает. И варлд с киком выкидывает героя просто вне позицию абсолютно. При этом Катаоми, он большой молодец. У него была такая сложная игра. И вот я смотрю на сейчас его нетворфлик, то что он делает. Он не потерялся. Он собран, он здесь. И он готов еще показывать, что он может выиграть. Пропадает Айгис уже вот-вот. Пока терзатель. Потом, может быть, мы увидим уже смоук-атаку без второй жизни у Киритича. Но у него остается при этом сыр. Так, ну в этот раз без Хэндов Гада. Так, на пугне у нас целится в блинг потом Айон. Интересный выбор. Редко вижу на пугне конкретно Айон. Потому что... Ну а что, его очень быстро. Ты сам себе его покуешь по факту, да? Левдрейном. Кончается у нас Айгис. Забирается терзатель. Это у нас Киритич. Аркан Блинг, да, хочет взять суть по всему? И достается у нас Сквадиксу. Шард. Пока что игра успокоилась. Все просто качаются, ждут следующего Рошана. Вот на следующем Рошане. Узкое пространство. Шейкер готов. С другой стороны Пангольер готов. И кто первый начнет? Это я сам абсолютно согласен. Поэтому если они плохо нажмут кнопки, они себя и смогут победить. Так что тут надо бы с умом подходить. Да, ну к этому моменту, конечно, слоты уже появляются. У Морфлинга, может быть, и Блокимбар готов. В общем, не то, что ВП инициативу потеряли, но Энтис стал чуть проще. Вот чувствуется это. С процентом соотношения и шансы на победу выше. Катаоми напал быстро. Эхо слэм. Все в Дума. Успеете его добить? Дума живает. Ультимайд нажимает на себя. Морфлинг. Как-то надо жить. Ватсон, он выкатывается на вейформе. Но все, можно расслабиться. Главное, чтобы Дум не ворвался в эпицентр тимфайта снова. Но Ватсона повесили кинсферу. Погоня за Гэби. Гэби и стоит. Айс Волкерит еще идет один. Удар Сильвер Эджа. Урона не хватило. Прыгает Скватикс. Получает. Сразу же Спирит Весел превращается в шарик. Удар от ФНГ. Снезар страйка. Минус два от команды ВП. За Фишмана погоня. Главное не заиграться. Фишман. Удар Смелда. Врывается Ватсон на чаржу. Потеряли Фишмана. Есть байбэк у Гэби. Может быть стоит вернуться. Ватсон пытается сразу против Нотис. Добивает его. Тратит вейформ. Ватсон забивает. В узком проходе. Ватсон пытается выйти. Ставит сайдсбол. Полетела торнадо. Просто вообще. Ватсон пытается выйти. Там есть врата. Дайр может через них пройти. И ВПО же справиться с этим не смогут. И тогда будет не все так ужасно. Ух. 7 тысяч за один файт. При этом еще и сыр остался на пангольере. И по итогу что было? Все качались. А Doom просто дофармил этот аганим. И все. И теперь все эти линки, которые вы собрали. Они не работают. Они работают только на убор от рума условного. И что теперь делать с Doom? Только от него бежать по ощущению. И не получается его убить. Может быть наилучше был сценарий. Ворваться фиссура Эхо Слэм. Не хватило урона. А дальше ты не можешь найти. Подумай мы драться. Ибо тебя начинает избивать уже и Templar Assassin. Который покупает тебе Erk'n Blink. Не часто я вижу Erk'n Blink на тампларке. Но думаю что-то знает. И нам сейчас покажет, что он точно прав. И не ошибается с билдами. Преимущество возросло до 12 тысяч золота. И мы ожидаем третьего Рошана. 20 секунда таймера. У Ватсон только сейчас появляется БКБ. Видим, что Ватсон очень живучий. Если Doom'а на нем нет. А понимают это Entity. Должны сейчас выходить. Потому что Эхо есть. Все есть по факту. Только Хаду в годы нет. Окей. Тот самый узкий проход. Давай на таймер Рошана посмотрим. 35 секунд остается. Рошан быстрый. Entity выходит понемногу. Doom' ультимейт откатился. Но опасно. Опасно. Что-то по крипам еще у Фишмана важно. Есть ли Эншот, есть ли Дракон. Выход. ФНГ ворвался на Фишмана. Ну так, он откинулся, чтобы не расслаблялся. Боятся, боятся. Что одна, что вторая команда. Потому что любая смерть вообще не нужна. Потому что сейчас Рошан. 7 секунд до его появления. И там уже все и решится по ощущениям. Постой, Спирит Весел. Ну и Бокера из неприятного. И смоук от команды Virtus.pro. У Таска до сих пор нет. Оганима. Что да, могло заролять. Пока нет. Так и при этом ответный смок от Entity. Смотри, как они обходят. Они в спину заходят. Они заходят в спину. Давайте смотреть. Первым принимает эту атаку спидбрейкер. Он же ФНГ. Много обзора у команды Virtus.pro на это половине ФНГ. А в невидимости котаоми смок развеян. Гем у Гэби при этом. И котаоми никакой инфы пока дать не смог. Скан есть хороший. Entity понимает позицию. Неужели кто-то просто вслепую прыгнет? Будет ли это Гэби? Гэби может просто идеально ворваться. Заметили ФНГ. Панч схватит. Поехал Дум. Активируется. Инвокера быстро пытаются убить. Инвокер. Под фокусом Hand of God не спасает. Принимает и Таскан. Блестяще сыграно. Ватсон надавит в бакенбаре. Думы на нем уже. Ватсон пытается выбежать. Но бесполезно. И самое смешное. Его линкенсфера не активирована даже. Она остается. И она не работает в таких ситуациях. Минус 3 от команды ВП. Идеально. Просто сыграли на своем варде. И главное, чтобы Пангольер снова покатился. Они не то, что идеально сыграли. Они просто забатили на ФНГ. Этот бычок гулял. Ревильнул сначала от Ускара. Окей, Ускар показал. Сломал варды. Дальше просто. ФНГ на Баратурме выбегает. Говорит, парни, бейте, бейте меня. Скорей, бейте. И они его бьют, прикинь. И все. И создали полную позиционку. Пангольер прыгнул в кого надо. Инвокер. Инвокер просто за секунду умер. Вроде как инвокер топнетворс. Но умирает за секунду. И все. А что делал Ватсон? Ватсон стоял просто сбоку. И смотрел. Он, конечно, нажал чардж. Но ему этот чардж быстро сбили. И на этом драка закончена. Снова. Один момент. 7000 нетворса. В плюс для АВП. Да, и Ноутис как раз и показывает, что не зря он просто только времени фармил. На карте не появлялся. Сейчас Doom. Центральная фигура. Да и к Ватсону трудно сказать. Но, конечно, когда ты инвокера теряешь своего большой нетворс первые 5 секунд тимфайта, драться дальше просто бессмысленно. Спелл призма остается у Ноутис. Он, видимо, перекладывает в момент тимфайта. Ее рефрешер валяется. Можно его перекладывать. Шторм Штормер. Снизу Doom. 2 секунды кулдаун. Выходит. Линкен Сфера дропнута. Это был, похоже, ФНГ. Шторм Штормер. Нет детекшена. Перепугали, я думаю, всю команду. Энтити сейчас. Потому что, если бы здесь инвокер погибал, можно было и на горку заходить вполне. Стало понятно, что нужно покупать гем при такой доминации, что и делает ФНГ. Дабы больше инвокер не мог так легко ускользнуть. Посмотри на ФНГ. У него уже и линка. Вот это я понимаю. Баратрун пятерка, ребят. Солидная история, солидно. Да. Как мы сказали, ты тоже самое делал, что и тройка еще в стимфайте. Один в один. Так же летаешь, создаешь хаос. Постоянно эти баши летят слева-справа. Так, при этом я вижу очень много неиспользованного нетворца. Пять тысяч у нас у тампларки. Давайте пройдемся. Вообще посмотрим, сколько нетворца еще не использовали в ВП. Здесь все понятно. Две четыреста. Нижняя башня силы не разрушены. И последняя. По итогу четырнадцать тысяч нетворца они еще не использовали. У них только по факту шесть преимущества. И даже так они просто заходят, не дофармливая ничего. О, очень такой агрессивный маневр. Конечно, Габи пытается там откинуться. Нажимают глиф. Таск Аганим. Таск Аганим покупает. Внимательно смотрим за Катаоми теперь. Это может быть начало камбэка. Того же Дума можно выкинуть. Хотя может Дума ультимейт на себя нажмет и всю команду убьет. Но внимательно следим. Или Пугна сейчас полетит. Любой герой может сейчас неожиданно оказаться под Т4. Особенно, когда ВП только могут предполагать подобный сценарий. А Пугна только за. Потому что там Айон Диск. Она говорит, окей, нападите на меня, покажите свою позиционку и Баратрум вам задаст жару. В любом случае Керетич даже с Айгисом может идти и ломать казармы. Ибо если тебя выкинуть в ПТ-4 после появления снова там драться. Плохая позиция. И БП теряют, теряют свою последнюю тир-1 вышку от крипов. Обидно, досадно, но ладно. Правильно, правильно, что БП отступили. Когда там уже брошку можно купить. И вернутся команда Энтити в Нинджа Гирах. Так. Керетич чувствует, просто выходит, заходит в двойку. Остается Дум. Они поделились, они поделились, будет ли сейчас файт. Ну, нет, нет. Не уверен, что Энтити должны сейчас идти в какой-либо файт. Просто нерационально драться вне базы, когда там Айгис. Отсидеться, отсидеться. Нам показывала команда Талон, как можно так играть на одной из карт успешных. Да, она, по-моему, заканчивалась, ну, не очень успешно. Талон. Это да. Дюансы свои есть. Но и таск был безогонима. Нас боковые к Таринам. Не подходит Керетич. Катаоми постоянно бегает Нинджи Гири. Тоже приятно, что ты появляешься неоткуда. Саюш по вардам, но в смоке. С команды выходит по топу. Инвокер аккуратно фармит лес. Айгис минута 10. Шторнштормер в опасности. Инвокер чувствует. Инвокер от Дума мультимейт на себя. Ликен сферу дропают. Заходит еще и Пурш. И Шторнштормер в таверне. При этом у Дума еще есть рефреш. Поэтому они не заходили. Им в разы проще просто кого-то подловить. Ведь энтити не могут просто стоять АФК на базе. Им нужно набирать. Им нужно тоже качаться. Ведь один Морф в доту не выиграет. А Шекер, так скажем, в своем фарме остановился. То есть у него ничего особо не появилось за последние минут 10. Что можно отметить. Вот сейчас он пытается, конечно, рефреш собрать. Это да. Это будет такой, знаешь, мини-гейм-ченж. Потому что Шекер сам по себе такой герой. Ватсон пролетел. Ликен сферу дропается. А он залетает мант, а Ватсон уходит. Не хотели прям давить. Дума рефреш не нажимал. Так, Ликен сфера на Керетича. Из важного. Уворачивается от заряда. Ликен сферу дропает. Катаоми. Катаоми. Катаоми ждет момент. Сноупол. Не туда. Не туда. И туда полетел. Катаоми остается. Дальше можно драться. Таск весь байбэк. И инвокер выкупается. Катается сквадик. С Дум с рефрешем ждет момента. Можно будет прожать. Но пока можно и базу успокоил ломать. Гэби. Но как. Варлоскика не будет. Почти минуту. Керетича хаслоем врыв. На него катаклизом. Хватит для урора. Залетает спад. Керетичный мант по КП. Не живет. Дум. Добили его. Прямо в ультимейте. Керетич остается. Толкает в себя Фьюрикен Пайк. Выходит из драки. Еще один форстаф. Залетает Физура. Ватсен давит дальше. Залетает еще Физура. Керетич. Торнадо. ФНГ красный пытается как-то помочь. Получает адептив. Прлинкаут. Керетич в рефракшене уходит. Гэби за ним. Физура. Будет тотем. Будет удар. Керетича не пробить. Он просто бессмертный. Погоня продолжается. Союж сбивает ему телепорт. Пытается выкинуть из карты. Дикрин по себя. Союж выигрывает очень много времени. И Керетича отпускают. Но, конечно, это небольшой звоночек. Это все бестаска, который может также толкать героев под 3-4 свои. Хорошее подмечание. Конечно, видели, что у Кутаоми немного не получилось, как он хотел. Но с большего крутой отрезок провели ребята. По факту забайтили. Туда прыгнул Дум. Туда прыгнула Темпларка, так скажем. И просто их в какой-то момент накрыло. Думаю, убило за секунду по факту. Может, ему и просто прыгать не надо. Нужно было подождаться. Но сделано, что сделано. Окей. Отыграно сколько там? В тысяч 5 преимущество? По-моему, ничего не отыграно, учитывая байбеки. А, внутри. Внутри тысячи. Да, вижу, вижу, вижу. Но, в любом случае, ВП все понимает, что механика камбэка у Энтити. Она понятна в центре врыв. Это Керетич. Фордстав. Это была пика. Поехал с Кватикс. Просто выгнать, выгнать. Не думал, что их будут контратаговать. Их не отпустят. Морфлинг. Перекачка в Астан по КП. Не понимаю, откуда такой страшный урок пытается улететь. Это брошка. Это брошка. Байбеки. Обрывается на Морфлинга. Байбеки. Без байбека. Керри команда Энтити. Фижман Телепорт успевает выйти. Давит и татка. С байбеком он. Но, чтобы денег нет у морфлинга. И никакие баунти руны не вернут байбек. И 75 секунд у команды Virtus.Pro. Но брошка, конечно, решает. Я уверен, Ватсен просто в шоке был. От вот этого урона, который выдавал от Эмфларка. Я думаю, здесь конкретно решает Сквадикс. Который просто не побоялся. И сказал, что вы тут вообще делаете? Сейчас я вас за это накажу. Шейкер съел крипов. И просто раскатал. Ну, съел. Но при этом у нас еще есть три крипа. И нижняя линия. И в боте заходят. Да, да. Окей, это не важно. Это не важно. Татк выкупается. Этого мало. Этого мало. Нужно по одной линии просто. Хотя бы одну линию энтити нужно сохранить. И тогда можно будет играть в эту доту. Пытаться как-то камбэкать. Виссура на Керитича. Линкенсфера на Керитича висит. Фишман пытается ее дропнуть. Подходит. Линкенсферу дропнуть. Не получается. Отпрыгивает Керитич. Фишман. Что он там? Сварда пытается работать. Вот Сквадикс поехал. А может быть пора на Фонтан. Сквадикса отправить. Нет, пока стан на Таска. Нажимается глип по Т4. Попытка отправить Пангольера на Фонтан. Пангольера забрался. Заканчивается Орлен Тандер. Но очень далеко. Сквадик от своей команды. Может сказать, что он в этот момент выигрывает время для того, чтобы его команда смогла забрать казармы. Но только одна линия. Этого мало. Сквадикс погибает. Байбэка не будет. Но он не нужен на этом этапе. Нет, игра продолжается. Игра продолжается. Я думаю, что антисы остаются еще шансы на камбэк. Мы их видим. Самое опасное, что ребята из ВП делали этот мув, забыв о Рошане. Забыв о тайминге Рошана. И вот сейчас у нас Пангольер погиб. А сейчас Рошан уже. Это база. Это база. Важнейший Рошан. Просто кровь в глаза ударила. А тут еще и руна ДД для Киритыча. Ой-ой-ой. У него 9 600 нетворца. Так хочется подойти в секретшоп к этому деду. Взять рапиру. А я думаю, он сейчас пойдет и просто к этому деду на фишмане подойдет и как даст ему значение. Смотри, он идет, реально? Идет, идет, идет на охоту. Охотник фишман. Охота начинается. На! Следующий. А что по Катаоми? Катаоми, Катаоми. А Катаоми-то без байбэка. Катаоми. Может ворваться. Выбили бай. Оставаться здесь Катаоми. Врыв на ФНГ. ФНГ может сейчас подцепить. ФНГ. Панч. Катаоми. 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 Помогает команда. ФНГ пытается выиграть с Торнато. Но ФНГ по замедлению. Но Торнато не попадает. Забавно получилось. Артем живет. Он еще претенциал там. Да, да. Ускорился, может быть. Крутой отрезок провели. По факту, этим умом они защитили Рошана. Потому что они столько суматухи просто создали на ровном месте. И, казалось бы, момент очень опасный. Очень рискованный. Ведь ты просто можешь там остаться. И вообще игру закинуть. Но вознаградили. Вознаградили этим, скажем, Рошаном, судя по всему. Ребятки. Дум 25. Дум 25. КП не жмется больше. Ну, давайте смотреть. Мы видели эту позицию. ВП здесь разрулили. Очень много вардов. Сентри. Должен врываться шейкер. А там все видно. Там все видно сверху на аурах. По крипам, да. Что вся команда и энтити здесь на месте. Но энтити вообще не могут контестить Рошана. По ощущению, у них просто нет демеджа. И так еще и байбеков нет вдобавок. Может быть. ФНГ вышел. Ну, неужели опять ФНГ на себя принимает всю атаку. И Ноутис просто вырвется с ультимейтом. ФНГ пытается пробить. Ноутис ждет. Метеориты пошли. Врыв от Сквадикса. Ноутис ожидает момента для идеального вырыва. Сквадикс раскатывается. Портление Фиссура от Гэби. Но пока ждем. Не рискнули ВП в этот раз. Роллин Тандер потрачен. У энтити. В общем-то все остается. Так это не важно. Он достаточно быстро сейчас откатится. Так. На просто просветку. И сразу же разгон. Фиссура. На дома. Очень опасно. Успеет его добить. Фассан врывается. Нет. Не хватило урона. Его не было. Его не было вообще. Рошан падает. В этот момент. Просто падает Рошан. Пока команда Энти ждет потенциальной драки. Рошан падает. Торнадо просветили. Сейчас будет прыжок. Будет ли прыгать? Гэби, 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 Гэби. Смотрим на Гэби внимательно. Сможно туда войти. Шейкер. Не успел. Вообще окно еще было. Пока там ребята слоты свои разбирали. Кто Аеги заберет. Запирает. Сложно принять такое решение. Потому что этот прыжок может оказаться последним на этой карте. Поэтому здесь нужно точно трижды подумать. А то и четырежды. Легкий Рошан получился. Для ВП. Большие молодцы. Рефрешер у Пангольера. Рефрешер Орб у Дума. Свой появляется. Да. Ну и конечно Татк не так хорош с Варлус Киком, когда он играет в Рошпите. Намного лучше, когда он играет на своей базе. Или в районе своего Фонтана. Понятно. Тут будет попроще. Тридцать одна тысяча перефарм. И снова какая-то нервная карта. С командой из Восточной Европы. Двадцать пятую ФНГ. У Гэби двадцать третий, например. Девять тысяч нетворства. Что может все-таки рапирку? Как-то и без нее хватает, честно скажу. Эх ты. Ты должен был на моей стороне быть. Так, смачок от ВП. Сейчас будет драка. Хорошо. Поехали. Поехали. С байбэками, конечно, проблемы. Инвокер 40 секунд таймер. Этого может хватить Катаоми. Союз полетел. С Айндиском все в порядке. С Айушу даже Айндиск не выбивают. Ты просто посмотри на это. Айндиск работает в последний момент. Удар от Киритыча по Катаоми. Катаоми в таверне. Таск без выкупа. Три минуты таймер. И значит полтора минуты мы точно его не увидим. Хорошо Киритыч себя засейвил. Он просто понял, что единственный, кто может его убить, это либо он сам, либо этот Ускар, который его выпьет. Понимаешь, о чем я? И сразу ликвидировали эту историю. Цель Пугна не самый лучший таргет. Особенно с Айндиском, да. Так себе абсолютно. Выпрыгивает Киритыч с ЕМП. Продолжает пуш. Один. Пугна откидывает Пласт. Все остальные просто ждут момента. Если нападутая Киритыча, можно будет сразу контратаковать. Пласт. Фишман выходит. Очень аккуратно, очень аккуратно. Все по своим позициям. Никакого подарка. И пока нет Таска, ты не можешь никак позицию противника изменить. Гэби не может ворваться. Хасан тут в лучшем случае два героя. Этого мало. Падает еще одна линия. Остается Тавер на топе и две казармы. Так, Гэби в позиции. Спине, спине, Гэби, Гэби. Ну как зайти? Как зайти? Торнадо, Спирит Брейкера. Томплор Ассасин выходит. Поехал Бангольер. Может это просто желание выиграть время или убить Инвокера. Инвокер больно. Бласт полетел. Инвокера взрывает. Байбэк появился. Можно выкупаться. Возвращается Штору Штормер. Спирит Брейкера контролит ТФНГ просто. Выбегает из тимфайта на крипов по линии, которые, кстати, нужно забрать к себе и идти с этими крипами. По последней верхней линии команды Энтити. Две минуты еще, Эггис. Думаю, Энтити эту Ассаду не переживут. Потому что, несмотря даже на то, что уже Тускар появляется и сейчас будет попытка, вот этот пинок. Так, неужели отводят? Кого пинать? Кого пинать-то? Непонятно. Тут сложно, на самом деле. Вот Спирит Брейкера тоже. Хочешь ли ты пинать такого героя? Начинает драка таким образом. В НГА 3600 хп. И факт, что ты убьешь его там за эти 1-2 секунды. Судя по всему, они что-то ждут. Вот они не просто так отошли. У них у всех там по 10 тысяч нетворса в кармане, да, или по 5. И, видимо, решили, ребята, реализовать этот нетворс, чтобы наверняка. Сейчас у ФНГ там два ботинка мы видим. Интересно, конечно, в случае. Мы это только поддерживаем. Вот, от чего они ждали. ДД, да, то и самое. Слушай, ну... Такая микрорапира. Микрорапира, ну... Да, интересно это название придумал. Стоит Фишман припаркованный в смоке. Ждет. Короче, да, знаешь, пинок нужен не ПТ-4 уже, он нужен под фонтан. Вот тогда, думаю, что Энтити могут. Так можно живца отправить Фишмана. Они на него нападут, и тут Ускар пинает обидчика Фишмана. Так. ФНГ разводит на МОЦ. Прыжок от Киритыча, пока по иллюзиям. И тут закатка с Квадикса. Ловится Фишман, Фишмана просто раскатывают. Дум нажимает БКП, просто бегает по Думам. Киритыч, все еще с ДД. И Энтити боятся, но при этом Чен без байбека. Такая сто секунд уже в меньшинстве остались Энтити. Да, надо вернуться все-таки на верхнюю линию, забрать казармы, а не пытаться бить ИТ-4. Такая более неприятная позиция снова, если в игре Протаска. Киритыч, 30 секунд с Эйгисом. Главное здесь по таймингам все, разобраться. Габи, 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 габи. Можно врываться. Тамблоросасин пытается быстро убить, но он же полетел на Ватсона катаклизм. Габи все еще ждет момент, удал фиссуру. Он показал свою позицию, выпрыгивает на базу. И Ватсон тут катается в форме морфлинга. Падают последние казармы. Бласт, 15 секунд, еще нужно как-то переждать. И тогда можно пытаться убить имплоросасин. Один раз у Дума больше нет ультимейта. И команда Энтити пока сохраняет казармы. Игра продолжается, несмотря на перефарм. 43 тысячи золота. Но, как ты уже отмечал, очень много золота. Оно не использовано. И мы можем там отнять, я думаю, уже 1020 по кругу. С этого большого преимущества у команды ВП. Так они просто хотят вообще, знаешь, ноль шансов дать. Они такие, вроде как нападаем. Потом отходим. По итогу они такие, так чин же мертв, парни. Может, все-таки попробуем? И такие, не-не-не, давай все-таки уже докупимся. Так, давайте посмотреть по вещам. Что здесь интересного? Что вот может прям кардинально перевернуть? Или же усилить? Рефреш у Рейнвокера, может быть. Ну, я не знаю, есть ли он там в планах? Так, ну все затапнуты. Юл, Рейнвейкер собирают, да? ПКБ. ПКБ Рейнвокера. Как же мало у этого морфлинга. Вот, наверное, морфлингу и нужна рапира, если мы говорим про урон конкретный. Ну, в такой ситуации понятно. Темплор-ассассин хватает, ты смотришь, нужна ли эта рапира. Да нет, ты наоборот себя этой рапирой потенциально подставляешь. Играешь уже не так рискованно. Слушай, я, если честно, не вижу от ВП рискованной игры. Я вижу сдержанную, хорошую, спокойную игру. И меня это не может не радовать. То есть, знаешь, именно нужна дисциплина и холодный ум. Еще один терзатель. Раз за разом делает это Киритич в одиночестве. Ну и Киритич показывает ту самую игру жизни. И это действительно важная карта и игра на выживание. Команда ВП и Энтити. И прохода следующий этап за Интернешнл. Эбисел Блейд у Пангольера. Виндвейкер у ФНГ. Вот еще пару тир С-слотов у команды ВП появляется. Хотя, казалось бы, куда еще больше. Слушай, пока 6 слотов. Можно куда, особенно если саппорты не такие большие. С другой стороны, все такоры уже заряжены из большего. Да, ты наоборот. Вот этот тайминг. Будут набирать Энтити. Очень бедные, но они будут набирать тоже слоты. Когда ты будешь набирать только золото. 15-20 тысяч там и так далее. Расти. Так, чтобы золото набирать Энтити, это нужно с базовых. И тут мы видим, что они один раз вышли за 10-15 минут. И буквально их обратно стянули. Все-таки ВП решаются. Так, заходит. Просто бить. Экен Сферу дропнули, Торнадо полетело. Что-то по Катаоми. Катаоми не может ворваться. Блинкдагер ему дропнул в скваде. Ставится шарды. Врывается Ноутис на Катаоми. На Катаоми просто одного пытается добить. Катаоми выходит. Падает в этот момент Казарма. Вот она главная цель Казарма. На один удар нажимает Аглиф. Катаоми врывается. Есть Гэбе. Ехаслайд Киритич. Лактроэн Санюш переливает здоровье. Этого хватает. Ставится шарды. Поднимают. Это был Виндвейкер от ФНГ. Прекрасная работа. Спасает Киритича на развороте. Избивает Горпинга, который был перекачки в лобкости. Толгают Ноутисто. Но это даже плохо. Ибо он в думе. Варлус Кик скорее мешает команде. Еще одна фиссура. Ноутисто закрывает крипами. Пытается убить. Ватсон убивает быстро. Но мега крипы есть. Улетает ФНГ на Биндвейкере. Прыгает к этому медаль. Еще один Варлус Кик. Поехали за ФНГ. ФНГ добью. Да, да. Это будут пару убийств для команды Энтити. Но что делать дальше? Казарм не осталось. Байбеки активированы. Что делать? Куда идти? Покупать трапиры и идти в трон. Идти в трон. Играть в формате 5 на 4 прямо сейчас. У Бритбрейкера нет Байбека. Потом нет шанса. Нет шанса больше вернуться. Смотри по состояниям по линиям. Внизу линия запушена. Сверху линия запушена. И вот они в центральном коридоре. Все. Им нужно просто идти ломать Т2, Т3 и так далее. Да, у Ватсона пока не хватает денег на рапиру. Хотя можно было продать ПТ. И быстренько пройтись. Ну ладно. Это мы так. Фантазии наши. Все же тяжело сейчас решиться взять и пойти в трон. При условии, что Рошан скоро мог появиться. Но 2 минуты. Ватсон занимается поиском. Он пытается найти какой-то фраг, который задержится. Либо будет занимать позицию, знаешь, чтобы напасть. Так, падает Тауэр за секунду. Может быть даже ВП мита дадут. Я вот так смотрю на эту ситуацию. Может быть не стоит рисковать. Тратить байбэк на думе. Ничего страшного. Тем более у команденти остается все меньше времени. Мега-крепы подходят по верхней и нижней линии. Поэтому тут секунд 30-40. И придется возвращаться на базу в любом случае. А с этим могут быть проблемы. Может быть раскатится Пангольер. Просто не даст возможности ждать телепорты. Падает Т3. Схватик застрял. И Энтити забирает лишь одну башню. И нужно уходить. 5-900. Мы ждем рапиру. Мы ждем урон тот самый, который под Эхо Слэм может зарядиться. И его хватит. И по Киридычу не хватило того самого крита одного-двух. Действительно. Действительно. У Фишмана тяжелый случай. Я думал его тут зажали. Но он с друзьями. Все в порядке. При этом погиб один из его подчиненных. Фрешер у Бэйби остается при этом. 59-я минута игры. ВП могут дождаться и Рошана, и Шмоток 5-го разряда. Рапира появляется у Киридича. Продает он Дезелятор, как я понимаю. Так у него еще и на вторую. Есть и на байбэк. Поэтому он в принципе... Я понял его смысл. Почему он раньше-то не брал. Так, он все-таки решился... Ну, если умрет, будет шанс на ошибку. Так что точно с умом. 40 секунд до Рошана. ВП уже заняли позицию. Нет, здесь нечего ловить. Мне кажется. Только от базы получается драться. Это не Рапира. Это нулифайр у Ватсона в надежде... Надежде на что? Убить можно быстро пугну. Хватит ли демеджа? Вот вообще непонятно. Вот если... Так. Тут просто катаклизм на чек. Где противник? Прекрасно все поняли. Кто где находится. 9 секунд. ФНГ летает по миду. При этом отпушивают линию. Но у Entity будет проблема сейчас, что драка начинается на базе. Подходят мега-крепы. Тебя в этот момент в Ларсайзе может вообще стоять. Даже не тебя бить, а Трон. Или Т4. В какой-то момент. Что, конечно, следующая защита будет намного труднее идти. Посмотрим. Посмотрим. Слушай, она точно будет труднее идти, потому что у Марфа нет байбэка, у Чена нет байбэка. А там ребята будут с дофрешерами, с аегисами, с рапирами. Пока не вижу, как дефать. Митас берет тебе Ватсон, чтобы быстро зайти и шмотку выбить пятого тира. Может потом хоть продать сразу. Все, я понял. Короче, нулифайер был куплен для того, чтобы снимать декрип пугны, которая сейвит постоянно... Ну, или Астрал. Короче, сейвит постоянно темп ларку. В этом был смысл, чтобы удивить, снять и быстро убить. То есть он решил вот так вот рискнуть Алыном. Так, Аби у нас авторометры в Ламе. Пока что занимается такой активной сплиткой, качается. Так, экспо-шину Керитича. Смотрим, смотрим дальше. Думает Ватсон. Неужели никакая шмотка не выпала? Уинти Апекс. Да думает, думает. Исходя из ситуации, наверное, он будет выбирать. Может быть, он ждал какой-то, знаешь, дезолятор. Непонятно, хочет ли тебе Мирор Шилл здесь брать. Насколько он здесь прям хорош. Демедж уже, демедж. Ну да, да. А Драк тоже начинает. Керитич прыгает на Т4. Экс-машину нажал. Плакинг-бар еще один есть. Все в порядке. Т4 падает. Да все, тут уже нет времени думать. Пиратку шляпу забирает себе Ватсон. Смотрим за Гэби. Катаоми! Поехал Сквадикс, но чуть не долетел до Фонтана. Падает Т4. Выходит Инвокер. Сквадик раскатывается. Ноутис врывается. Дум на Морфлинга. Дум на Морфлинга. И Минон оказывается в эпицентре тимфайта. Пытается драться, но бесполезно еще. Можно идти до конца. Под вторым ультимейтом падает Рон. И ничего Эдити не могут сделать без Морфлинга. Эхослэм остается. Пытается как-то играть Гэби. Но он под умом бегает Ноутис. Идеальный контроль от оффлейнера. Команда Virtus.pro победа за 61 минуту и 24 секунды.